Я недавно, на удивление самому себе, вдруг увидел, что согласен с антисемитами. Многие ненавистники Израиля, обвиняющие его во всех преступлениях против человечества, которые только можно себе представить, кричат, что ответные действия израильской армии против Хамаса неправильны, потому что они должны быть пропорциональными мерой Израиля, должны пропорционально соответствовать тому, что сделали его враги. Я стал думать, а что Тора говорит об ответных действиях при нападении? И увидел, что утверждения юдафобов соответствуют еврейскому закону. Я вынужден полностью поддержать их в этом. Я сейчас постараюсь объяснить. Согласно Торе, если кто-то, не дай бог, угрожает моей жизни, я только обязан, если в состоянии, защищать себя и могу убить нападающего. С логической точки зрения это понятно. При нападении в конце дня кто-то будет мертвый. Так уж лучше, чтобы мертвым был виновный убийца, а не невинный я. Это пропорциональные ответные действия. Это, может быть, можно также назвать доктриной глаз за глаз. А если на меня нападают двое, то, согласно Торе, я тоже, защищая себя, если надо, могу убить их обоих. Ну, подождите секундочку. Если я не сопротивляюсь, то мертвым окажется только один человек, то есть я. Если я окажу сопротивление, у нас будет два трупа, так, может быть, мне лучше не защищаться? Для уменьшения количества жертв я должен дать им убить себя. А если на меня наступает армия из ста человек, я возьму автомат Клашникова и положу их всех. Я правильно поступаю? Мы обмениваем в этом случае сто смертей их на одну меня. Это непропорционально. Но знаете что? Это то, что мне Тора говорит делать, если это требуется. Почему? Пропорциональность может быть высчитана самыми разными путями. Количеством жизней она не может быть подсчитана. Ценность жизни человека бесконечна. И, как мы знаем из математики, бесконечность, умноженная на один, равна бесконечности, умноженной на сто. Физической или эмоциональной болью она тоже не может быть измерена. Как можно измерить боль? Но пропорциональность может быть измерена намерениями. Человек приходит с намерением тебя убить, ты можешь его убивать. И если сто человек приходят с намерением тебя убить, ты можешь их убивать всех. Так что же является пропорциональным ответом Израиля Хамасу? Хамас, как они пишут в своем уставе, имеет цель уничтожения каждого еврея. И, кстати говоря, не только каждого израильтянина, каждого еврея в мире. Единственный пропорциональный ответ – это уничтожение Хамаса. Пока Хамас существует, ответ Израиля на действия Хамаса не пропорционален. Многие спрашивают о мирных рабских жителях, которые страдают из-за войны. Смерть каждого невинного человека трагична. Но мы знаем, что по еврейскому закону, по закону большинства стран и однозначно по международному закону, если напавший на меня прикрывается другим человеком и в процессе защиты себя я убиваю того, кем он прикрывается, то виновным в этой смерти является однозначно и только нападающий. Война здесь была начата Хамасом. Если в процессе войны погибают невинные люди, это трагично, но Израиль ни в одной из этих смертей винить никак нельзя. Пока террористическая организация, напавшая на Израиль, не уничтожена, евреи должны продолжать защищать себя. И это будет единственным пропорциональным ответом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...